Уже, наверное, все устали немного, поэтому, если позволите, я хотел бы начать с такого анекдота. Поздняя-поздняя осень, грязная, размытая дождем дорога. По ней идут, качаясь, двое пьяных. Один более твердо идет, один падает, лицо в грязь, лежит. Тот, который стоит, опираясь на дерево, спрашивает у лежащего, Вася, ты меня уважаешь? Вася с трудом отрывает лицо из грязи, поднимает и говорит, нет, я тобой горжусь. Именно так здравоохранение Ставропольского края гордится теми достижениями, о которых мы сегодня услышали из Самарской области и Омской на самом деле. Но я думаю, тем и прекрасна наша Россия, что слишком велик разрыв между состоянием систем здравоохранения в различных регионах. Поэтому при принятии решений крайне сложно предложить какие-то единые механизмы, потому что эти системы здравоохранения, они не готовы порой к иным организационным решениям. Поэтому мы старались в своей работе заимствовать опыт, безусловно, других территорий, но думаю, что и наш опыт работы в наших условиях может стать интересен на определенной части территории Российской Федерации. В каких условиях работает здравоохранение Ставропольского края? Мы начали свою деятельность такую активную с первичным звеном здравоохранения, а именно от результатов его работы, считаем, зависит эффективность работы всей онкологической службы. Вот такой ситуации, когда дефицит врачей первичных онкологических кабинетов составлял 80%. Если говорить о том, как вообще деятельность онкослужбы работает в Ставропольском крае, в пересчете или глядя на нее через призму территориальной программы, когда количество ставок представляет собой расчетное количество посещений, необходимое населению, то мы видим о том, что первичная помощь в онкологических отделениях и кабинетах у нас доступна только в 21% случаев, а на уровне амбулаторных подразделений краевого онкологического диспансера и городского онкологического диспансера на уровне 50%, составляя суммарную доступность 33%. Конечно, эти цифры сами по себе катастрофичны, и для того, чтобы принимать какие-то решения в этой ситуации, ну, понятно, вопрос, что делать? Увеличивать количество врачей, увеличивать количество работающих кабинетов, это совершенно очевидно, но ответ тоже очевиден, что в ближайшем обозримом будущем это невозможно будет, и мы вряд ли это увидим, поэтому в этих условиях неопределенно долгое время система здравоохранения края будет работать в условно-сослагательном наклонении в рамках выполнения 915 приказа. Тем более, что такое состояние системы здравоохранения приводит к принципиальному нарушению трехуровневого принципа работы, когда функции первичного звена не передаются, а в буквальном смысле топят специализированный этап работы по оказанию онкологической помощи, передачей вот этих несвойственных второму уровню оказания помощи функций. Как увеличить доступность и эффективность помощи в этой ситуации? Ну, практически невыполнимая задача, но и опыт нашей страны исторически говорит о том, что в принципе у большевиков невыполнимых задач не бывает, принцип демократического централизма, он еще жив в регионах нашей страны, и поэтому рассматривая пути решения по увеличению доступности и необходимости открытия в большинстве территорий смотровых кабинетов, которые отсутствовали, открытия онкологических кабинетов, мы в первую очередь поставили цель, которая, собственно говоря, прослеживается и по территориальной программе снижения смертности, и поставили задачу открыть смотровые кабинеты, первичные онкологические кабинеты, сделать их работы эффективной, в первую очередь по активному выявлению онкологических заболеваний. Для этого был разработан по произвольным показателям рейтинг территорий, в которые входили простые три позиции – наличие или отсутствие смотрового кабинета, первичного онкологического кабинета и показатель по смертности. Каждый из этих показателей давал территории по 30 баллов, но с тем условием, что работа смотрового кабинета была эффективной, если она таковой и не была, то этих же 30 баллов можно было лишиться, равно как и по деятельности первичного онкологического кабинета. В случае его неэффективной работы, причем по двум только показателям, отсутствии полноты разбора протоколов запущенности и высокой доли посмертно учтенных, этих баллов также можно было решиться. И немножко съедается пространство у нас на слайде. Синим цветом представлена рейтинг территорий в 2014 году. Шкала тоже не видна, но я могу сказать, что максимум, который был достигнут одной территории, это 50 пунктов рейтинга. Все остальные территории в основном находились на уровне 20-30 пунктов, не более. Динамика за один год видна, каким образом удалось ее добиться. Прежде всего мы понимаем о том, что принципиально важным было подчинить себе первичное учреждение здравоохранения, районные больницы, поликлиники, чтобы понятия и вопросы, которые важны для раннего выявления онкологических заболеваний, они были на слуху у всех, буквально у всего персонала, работающего в поликлиниках, начиная от врача, заканчивая медицинской сестрой. В этой связи были проведены большое количество краевых мероприятий, в рамках которых, вот этот рейтинг, о котором мы говорили, он звучал буквально ежемесячно. И я могу сказать о том, что тот принцип, о котором я сказал, вспоминая времена нашей Родины прошлого века, он жив еще в умах и руководителей лечебных учреждений, и принес определенные результаты по тому, что на самом деле система начала работать, тем более, что мы принципиально изменили формат наших выездов в территории. И если до 2014 года в территорию выезжал обычно один врач-куратор территории, который, собственно говоря, получал справку, написанную самим лечебным учреждением, и привозил ее в оргметод-кабинет диспансера, то начиная с 2014 года у нас стали выезжать в территории бригады врачей-специалистов во главе с администрацией диспансера, выезжали заведующие лечебными подразделениями для проведения консультативной работы и консультации специалистов, и оргметод-кабинет, который проверял сплошным порядком работу всех подразделений, районов, в которые мы выезжали. В итоге по результатам года у нас произошла существенная динамика по росту количества смотровых кабинетов и количества первичных онкологических кабинетов, и по качеству работы. То есть вы видите показатели по разбору, то есть те цели, которые мы поставили в рейтинге, они в принципе по итогам года были достигнуты, и если раньше мы видели, что эти показатели в принципе характерны для Российской Федерации, в основном мы обвиняем пациента в том, что он обращается к нам в поздней стадии заболевания, то тоже наметилась положительная динамика в том случае, что стал расти показатель по и ошибкам специалистов, по полноте обследования, что привело к соответствующей динамике по показателям края. По росту заболеваемости мы вышли на среднероссийские цифры, снижению показателей одногодичной летальности, доли взятых на учет в первой-второй стадии заболевания, соответственно уменьшение количества пациентов с четвертой стадией, и по динамике смертности. Она у нас невысокая относительно среднероссийских цифр, но тренд мы продолжаем держать. Вот этот показатель, принцип подхода, когда деятельность территории на всех уровнях и деятельность руководителей лечебных учреждений на всех уровнях определяется в значительной степени установленным рейтингом, и я могу сказать так, что у нас проходит краевое совещание, идут специалисты, главные врачи, мимо рейтинга своих территорий. Это звучит и в определении моделей конечных результатов для руководителей лечебных учреждений. Показала его эффективность. Мы поставили перед собой следующие задачи на 2016 год по раннему выявлению, по активному выявлению онкологических заболеваний. Здесь нам есть над чем работать. Наши цифры удручающе низки относительно среднероссийских показателей, тех, которые сегодня мы уже слышали по другим территориям. Тем более, плачевно выглядит эта ситуация по активному выявлению визуальных локализаций. Звучал вопрос по диспансеризации. Вот просто я взял пример наших материалов, с которыми мы выезжаем в конкретные лечебные учреждения. Вот одна из поликлиник, и мы знаем о том, что уже даже сама по себе диспансеризация дала конкретные показатели по эффективности тех или иных методов выявления заболеваний. Мы видим, что крайне низкая эффективность проведения диспансеризации, и в этой связи изменили формат нашей работы, формат наших выездов. Если раньше, я говорил, у нас выезжали специалисты клинических подразделений и оргметодотдел, то на сегодняшний день выезд осуществляется практически полным составом руководящих клинических и параклинических подразделений онкодиспансера. То есть выезжают клиницисты, выезжают рентгенологи, заведующие отделениями рентгенологии, потом морфологии, цитологии, эндоскописты, специалисты ультразвуковой диагностики, проводя мастер-классы в районных больницах по диагностике пациентов. И следующая ступень рейтинга, который определен нами на 2016 год, это именно повышение эффективности и качества работы. В этой связи сформирован более сложный рейтинг, который, во-первых, в первом столбце, безусловно, учитывает результаты работы по 2015 году, принося от 30 до 10 баллов каждому подразделению. Но дальше уже идут следующие позиции, когда мы ставим в приоритете активное выявление, запущенность визуальных локализаций и показатели смертности.